здравствуйте мои дорогие мы снова с вами путешествуем на этот раз по городу нью-йорку мы отправляемся в музей metropolitan и путь в него ведет через станцию 86 стрит это новая станция метро которая открылась в 2017 году и она отличается от всех остальных станций тем что она довольно глубокая как вы видите что не характерно для всех остальных станций метро здесь вот так решили построить глубина 30 метров и так мы вылезаем на поверхность и любуемся красотами манхэттена как вы видите эклектика готический собор и современные дома современные постройки знаменитая мэдисон авеню и хотела обратить ваше внимание на подъезды всегда исключительно красивые парадные подъезды нью-йорка и опять же вот красиво украшенные здания и наши светофоры знаки one way east 84 стрит очень красивая великолепная архитектура и наш светофор хотела вам показать вы видите мы идем на человечка белого не на зеленый свет а на человечка и так мы направляемся к музею я немножко расскажу вам его историю это один из крупнейших и четвертый по посещаемостью художественный музей мира который расположен нью-йорке с 18 года музей сделали бесплатным или свободным для посещения по системе плати сколько хочешь pay what you want для жителей нью-йорка но а для всех остальных плата сейчас составляет 30 долларов сша и мы решили воспользоваться такой возможностью и посетить этот замечательный музей музей был основан 13 апреля 1870 года группой американских бизнесменов и почитателей искусства и впервые открылся для публики 20 февраля 72 года входными билетами раньше служили маленькие круглые разноцветные значки на каждый день был свой цвет ну а потом значки можно было прикрепить к одежде и взять с собой на память что и делало бесчисленное количество туристов да и сами жители нью-йорка но в четырнадцатом году музей перестал использовать значки и перешел на наклейки ну что поехали смотреть обширную коллекцию музея вот например вот эти золотые изделия датируются 550 годом нашей эры и сделаны они в королевстве авар я например первый раз о таком слышу ну вот пожалуйста сделаны из византийских монет да переплавленные византийские монеты чистое золото посмотрите какие чашечки для воды чистое золото хорошо люди жили тогда не правда ли вот ну и сами немножко залы я вам снимаю музея и должна сказать что музей настолько впечатляет своей коллекцией что вот о каждом каждом экспонате можно создать отдельное видео о каждом предмете можно рассказать всю его историю и мне кажется что человеческой жизни не хватит чтобы налюбоваться вот этим всем поэтому моё видео будет иметь ознакомительный характер для вас я его разделю на три части первая часть будет посвящена небольшому знакомству с музеем и обзору рыцарских доспеках и просто шикарнейших произведений искусства виде оружей рукояток всяких сабель шпаг это настолько такие шикарные произведения искусства например увидите сейчас на своих экранах здесь комната посвященная декорирование церквей вот но в общем первая часть вот такое ознакомление следующую часть я посвящу майсон скому фарфору который представлен музее и третья часть будет о живописи а галереи о картинах которые я увидела здесь я конечно была поражена я увидела здесь настоящие полотна ван гока это было конечно что-то подсолнухи ван гока кстати большой привет елизавете мелоградовой который просто шикарно рисует подсолнухи вот ну и сейчас давайте насладимся коллекцией музея посмотрим немножко что здесь представлена какой фарфор это все вступление это как говорится присказка и сказка будет впереди и я для вас снимаю вот эти экспонаты чтобы вы могли остановить видео кому интересно и почитать о них потому что честно говоря если бы я читала и переводила вот возле каждого экспоната я и так старалась для вас за запечатлеть например смотрите какие шикарные произведения искусства вот эти камеи как когда это франция да они датированы 1839 годом в общем когда попадаешь такого уровня музея понимаешь насколько не хватает нам знаний и поражаешься мастерству людей которые жили в тот период и просто я не знаю я жалею о том что все это исчезло все это куда-то ушло почему сейчас мы не живем вот так же красиво куда делись эти мастера почему это не передалось по по наследству например сейчас мы видим просто потрясающие образцы майолики это вот такое изображение на фарфоре когда используется смесь различных красителей очень красивых итальянская майолика потрясающие конечно образцы вот немножко останавливаю вам чтобы вы могли прочитать и боже какая прелесть это конечно же ходишь по таким музеем просто раскрыв рот и опять же повторяю это всего лишь только начало какая шикарная ваза для вина я для вас ее сняла датируется 1562 год итальянская майолика какая прелесть ну а это композиция вы не поверите это чернильница аполлон и его музы так она называется но конечно я сначала думал что это шкатулка для ювелирных украшений но в описании говорится что это инк стенд то есть чернильница датируется 1584 годом опять же это майолика итальянская я прям отойти не могу от этой чернильницы она вполне могла бы быть шкатулочкой для украшений просто прелесть а это посеребряный кувшинчик и замечательная ложечка и нож боже какое произведение искусства просто глаз не оторвать это все а посеребрение и это италия рим 1600 год а да все шестнадцатый век вот пожалуйста немножко информация об этом ножички до шикарном но и здесь даже вот есть муранское стекло италия но конечно же какая же италия без муранского стекла великолепные экспонаты и помните мои дорогие это все только начало боже какие королевские покои какие шикарные королевские покои просто невероятно как я все это люблю давайте немножко прочитаем спальня венецианского дворца заграда потолок расписан гаспаро дизайне художник да и вот мы подбираемся к моему любимому залу с рыцарями вы знаете мы долго смотрели на эти доспехи и решили что в те времена рыцари были невысокого роста то есть чем старше вот эта эпоха тем ниже по росту были рыцари вот они такие были маленькие но очень храбрые но я думаю что всегда интересно погрузиться в эпоху средневековья представить себя на месте рыцарей вы знаете там как я говорю доспехи были такого маленького роста что я сама могла бы их померить вполне вот но как-то не хочется самой быть до рыцарем хочется конечно чтобы рядом находился благородный до рыцарь на белом коне мечта всех девушек теперь мы знаем где водятся настоящие рыцари они водятся в музей метрополитен там и посвящен целый зал и мы в этот зал вот так вот входим давайте полюбуемся как здорово здесь вот это все сделано как раз посмотрим немножко на жители нью-йорка да вот как одеты туристы вот этот замечательный зал я конечно не удержалась и сделала несколько фотографий вот но два рыцаря здесь у нас да вот рыцарь и рыцарь а здесь я и рыцарь вот и самое интересное что мы обратили внимание на оформление этих доспехов техника дамаскин очень много оказывается применялось и вы знаете так как я была с моим мужем он из этого зала на просто не мог уйти он читал вот это все вот мужское достоинство да для вас сняла мои дорогие вот здесь уже покрупнее рост рыцари доспехов вот сам зал еще раз снимает все флаги для вас но но вот эта вся техника ювелирная вот эти все инкрустации вот это позолочение драка использование драгоценных камней да там дальше пойдут пистолеты ружья вот это все оформление оно оказывается взялось от оружейного дела оружейное мастерство постепенно когда вот эти доспехи стали уже не нужны все эти мастера перешли на изготовление ювелирных изделий смотрите на эти рукоятки посмотрите на шикарное выполнение вот это нагрудная защита до железная шляпа под немножко тоже вам из чего сделано золото серебро потрясающе вообще должна сказать что это уже третье посещение мое музеем у метрополитен и каждый раз у меня новое впечатление не знаю как это получается видимо настолько огромный и каждый раз вы попадаете в новые залы и возможно вы сами взрослеете но все время жалеешь о том боже мой как мало мы знаем как много интересного вокруг но как говорит китайская поговорка бойся не того что не знаешь а бойся того что ты не учишься ну а это то самое о чем я вам говорила применение техники дамаскин в доспехах давайте немножко посмотрим информацию итальянские доспехи милан а приблизительно 1575 года вот она эта техника дамаскин просто шикарные доспехи неплохой очень сохранности ну а больше всего мне понравились одни доспехи то вот прям было в описании что это на выход так где эти доспехи вот они смотрите какая работа все это позолоченное все это выбито ну шикарной сохранности просто глаз не отвести от такого рыцаря интересно сделано и и лошадь под стать да и для лошади и для с полный комплект короче вот ну а здесь опять же приглашаю мальчишек полюбоваться на пистолет и того времени да вот это вот искусство потрясающе вот немножко тоже вам информацию револьверы сделаны тысяча восемьсот пятьдесят третьем году конечно использована сталь золото дерево орех ореховое дерево да великолепная работа великолепная работа конечно это просто как произведение искусства вот этот пистолетик тоже мой муж меня попросил снять его вот эту рукояточку для вас заснять это полицейский револьвер а это уже нью-йоркский да 1862 года красота конечно эти оружие они не для того чтобы из них стрелять они для того чтобы ими любоваться ну а при виде вот этих саби да потрясающих видите какие рукоятки глаз не отвести вот казалось бы сабли и сабли нет можно сделать произведение искусства с этого всего мечи были подарены генералу вулу конгрессом сша вот но и при виде вот этих рукояток этих рапир мне пришло на ум одно стихотворение николая огнивцева вдали от тебя петербург уже скитаниях по миру вас не пронзит ни разу вдруг молниеносную рапирой стальное слово петербург уже ли пушкин достоевский дворцов застывший плац парад нева миллионная и невский вам ничего не говорят а трон российской клеопатры в своем саду и супротив александринского театра непоколебленный массив уже ли неведомы вам даже фасад казанских колоннад кариатиды эрмитажа взлетевший петр и летний сад уже ли вы не проезжали в немного странной вышине на старомодном империале по петербургской стороне уже ли из рюмок тонна узких цедя зеленый пеппермент к ногам красавиц петербургских вы не бросали комплимент а непреклонно раздраженный заводов выборгских будок а белый ужин у данона а доминикский пирожок а разноцветные цыгане на черной речке за мостом когда в предутреннем тумане все кувыркается вверх дном когда моторов ветренится летит дрожа на острова когда так радостно кружится от Редедера голова уже ли у вас рукою страстной не молодил на сотню лет на первомайской сходке красный бурлящий университет уже ли мечтательная шура не оставляла у окна вам краткий адрес для амура в 0 7 л д 20 а уже ли вы не любовались на сфинксов фивскую черту уже ли вы не целовались на поцелуевом мосту уже ли белой ночью в мае вы не бродили у Невы я ничего не понимаю мой боже как несчастны вы вот такая ассоциация возникла у меня в голове между Нью-Йорком и Петербургом между Эрмитажем и музеем Метрополитен есть какое-то сходство и по мере того как я буду выпускать свои видео я думаю вы в этом убедитесь насколько шикарная обширная коллекция музея The Met Метрополитен и одной из моих мечт будет посещение конечно же Петербурга посещение Эрмитажа мы с мужем сравнивали вот музей Метрополитен с музеем Виктории и Альберта который нам посчастливилось посетить и мы решили для себя что Метрополитен ничуть не хуже богатейшая коллекция музея Виктории и Альберта в Лондоне и хочу добавить конечно мои соболезнования в связи смерти королевы Елизаветы второй замечательной женщины очень приятной очень стойкой очень мудрой которая смогла удержаться на троне 70 лет и вообще сегодня такая дата 9 сентября 22 года мы хотели поехать к этому месту на мемориал 9-11 да который посвящен башням близнецам но решили все таки поехать в музей Метрополитен и показать вам эту красоту и я думаю что это было правильным решением я надеюсь что вы насладились этими произведениями искусства я надеюсь что мужская часть моей аудитории если такая есть была приятно удивлена вот это очень интересный экземпляр это револьвер и нож одновременно вот я надеюсь что рыцарей в нашем современном мире будет гораздо больше вот это вот экземпляры это для пороха да как правильно назвать пороховницы наверное да пока есть порох в пороховницах powder flask вот это вот на английском и я думаю что не только мужская половина моей аудитории но и дамам было очень интересно увидеть эти произведения искусства и провести параллели с ювелирными изделиями и должна сказать что вот эти посещения музея они нас поднимают интеллектуально это очень важно очень важно не погружаться в быт очень важно не давать рутине вас победить очень важно развиваться интеллектуально да это сложно да это большой объем информации но хотя бы немножко опять же повторюсь страшно не то что вы не знаете а страшно то что вы не учитесь и музеи особенно музеи таких крупных столиц мира как лондон нью-йорк петербург и вообще даже если вы сходите в ваш местный краеведческий музей это так интересно это всегда так здорово и вы знаете когда я увидела вот в дальнейшем вы увидите там коллекцию мэйсонского фарфора я была так горда что у меня хоть какие-то статуэтки в доме и у меня есть хоть какой-то маленький свой личный музей это так приятно я поняла что я не зря начала это дело я не зря начала создавать коллекцию это очень благородно и возможно когда-нибудь когда я состарюсь я ее передам своим детям они возможно подарят эту какому-нибудь музею да или возможно мы откроем сами свой музей это конечно было бы замечательно вот ну и здесь вот мозаика для вас шикарное полотно сейчас я покажу информацию о нем лебеди мои любимые автор луис тиффани 1915 год сделано конечно просто волшебно вот ну и заканчивается это видео вот таким замечательным потрясающим ландшафтом мозаикой и не менее потрясающим витражом я хочу поблагодарить своих зрителей за их терпение и пообещать что две самые интересные части еще впереди часть посвященная мэйсонскому фарфору и галерей живописи самой интересной которой я увидела в музее конечно там не все полотна конечно это только небольшая часть будет охвачена в моих выпусках но хотя бы иметь представление вот ну и завершается видео вот такой инсталляции современной которая развлекает посетителей вот так они видят эклектику смещение современного и прошлого винтажа античности и модерна спасибо вам мои дорогие за то что были со мной этих хороших можно сказать 25 минут всех люблю и целую с вами была Анастасия из Нью-Йорка подписывайтесь на мой канал впереди еще много интересного до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч